Действительно, кто вам сказал про то, что его раскапывают? А что раскапывают, скажи? Да, что раскапывают. И где? Подождите, пожалуйста. Вы пришли от того человека, который он там стоит, на имелке. Ну, пускай он подойдет сюда и объяснит, в чем ситуация. Сами хотим остаться и узнать. Хорошо, узнаем. Сейчас узнаем. И только что меня снимали. Я вас не снимал. Мой оператор тоже вас не снимал. Запись давайте. Я не буду предоставлять вам запись. Только с полицией. Вызывайте полицию, будем разбираться. Скажите мне, пожалуйста. Откручи камеру. Людей, которые пытаются подобными силовыми методами решить вопрос, в народе называют решалами. Похоже, что в данной ситуации мы столкнулись именно с таким типом людей. Вопрос уже решен в суде. Но проигравшая сторона не хочет мириться с данным фактом. Когда бой в правовом поле проигран, в войну подключают решал. Коттеджный поселок Карповый Вары находится рядом с деревней Вильяминова. Уютный и просторный, наполненный ухоженными, современными, а поэтому и на вид недешевыми коттеджами. По первому впечатлению, здесь тихо и спокойно. Пока не узнаешь, что на поселке пытаются нажиться. Точка преткновения – канализационные сети. Они и стали средством заработка для компаний-самоуправцев. Чтобы не быть голословными, расскажем все по порядку. С самого начала. ООО «Кабриолет» – это застройщик Карповых Вар. В 2007 году он имел собственности около 15 тысяч квадратных метров земли. И эту землю застройщик продавал людям, которые были готовы самостоятельно поставить коттеджи на купленном участке. Через несколько лет поселок обзавелся канализацией. В 2011 году собственник канализационных сетей ООО «Кабриолет» и МУП «Истринский водоканал» заключили договор на оказание услуг по водоотведению. Одна часть жителей коттеджного поселка купила участки с канализацией. Вторая присоединилась к сетям канализования законным путем. Отправили заявление собственнику о желании подключиться к канализации, получили необходимые технические условия, выполнили их и пользовались плодами проделанной работы. Третья часть пренебрегла обязательствами и врезалась в сети канализования самовольно. Сети принадлежат застройщику компании ООО «Кабриолет» и отсылочные нормы на федеральный закон о строительских и огороднических товариществах в данном случае недопустимы. И врезка, соответственно, в эти сети без согласования с ООО «Кабриолет» незаконная. С 2014 года началась процедура банкротства ООО «Кабриолет». Она предусматривает назначение конкурсного управляющего. Его задачей стало сохранение имущества банкрота и исключение его роста задолженности. Тогда же, в 2014 году, группа жителей решила создать альтернативную организацию для управления поселком – дачное некоммерческое партнерство «Вильяминовская». В его задачу в том числе входил сбор средств с участников ДНП – жителей Карповых Вар – на нужды поселка. Например, на электроснабжение и канализацию. С 2014 по 2017 годы долг ДНП перед МУП «Истринский водоканал» составил более 2 миллионов рублей, о чем говорит акт сверки, датируемый вышеуказанному сроку. По словам самих жителей, а по совместительству и членов ДНП, они регулярно платят правлению, и вся платежная документация у жителей имеется. Мы платим жителей каждый месяц, а уже правление наше переплавляет, отправляет деньги в водоканал ежемесячно за тех, кто сдал. Видимо, не отправлял, иначе долг в 2 миллиона рублей не накопился бы. А так как задачей конкурсного управляющего банкрота ООО «Кабриолет» является исключение роста долгов, он начал принимать меры. Жителям были направлены письма, в которых предупреждали «Скоро вас отключат от систем водоотведения» в связи с неуплатой долга. Чтобы не пострадало ваше имущество, просьба самостоятельно произвести отключение. Сначала жители в разговоре с нами подтвердили получение таких уведомлений. «Письма там стали приходить на почту, там, все, мы вам отключим, все, мы это, вступайте». Однако через несколько минут уже не были так уверены в своих словах. «После предупреждений каких-то, там, опять же, на почте, там, кто-то читал эти предупреждения, кто-то не читал, там, ну, опять же, это все слухи, кому-то пришло, у тебя приходило что-то?» «Нет». «Ну, вот, ему ничего не приходило, кто-то там позвонил, сказал, тебе пришло, нет, мне ничего не приходило, ну, то есть как-то вот так вот, конкретно ничего». Слова доказательством не являются, поэтому мы начали искать документальные факты и нашли их. «Прежде чем как отключить недобросовестных потребителей от систем, ООО «Кабриолет» в соответствии с законом их уведомил, вот у меня имеются даже подтверждающие документы, они были отправлены, заказные письма, квитанции подтверждающие это. Изучая квитанции, я вот увидел, что достаточно заблаговременно, за 19 дней были направлены данные письма». Но причем здесь простые жители, они же выполняют свои обязательства, регулярно платят в ДНП. И тут все не так однозначно. После отключения канализации в феврале этого года, одна из жительниц Карповых Вар, Елизавета Артюхова, подала в суд на ООО «Кабриолет». В ходе заседания истица предоставила суду платежные документы, которые подтверждают перевод ее средств насчет ДНП. Суд же указал, что не может признать их доказательством факта оплаты. Было сразу несколько претензий по платежкам, в основном связанных с отсутствием указания юридического лица, насчет которого переведены средства. Иными словами, это лишь бумага, ничего не подтверждающая. К слову, в этом же заседании рассматривалось право истиции пользоваться системами канализования. При осмотрении одного из дел в Истинском городском суде по иску кабриолету суд встал на сторону ООО «Кабриолет», поскольку собственник не обращался в ООО «Кабриолет» за получением технических условий, то есть не соблел порядок и регламент к присоединению к чужим коммуникациям. Суд вынес однозначное решение, и в данном случае врезка в канализацию собственника была признана незаконной. Таким жителям перекрывали канализацию не один раз. По их же словам, они оставались без сетей четырежды. Каждый раз жители собственноручно исправляли ситуацию и продолжали пользоваться канализацией. В сентябре это произошло снова. Собственники засыпали колодец землей, сверху установили бетонную плиту, а на нее еще несколько кубометров земли. В надежде, что их собственность не станут трогать, как делали это ранее. Надежды не оправдались. Копают землю. Ты хоть понимаешь, что я раскопка, уважаемый? Не ты, а вы. И там копает землю. Раскопкает, когда копаешь землю. Да. А там плита лежит. Сверху плиты лежит куча. Лежит земля. Убирают кучу земли. Хорошо, мы так и скажем. По прибытию в Карповый Вар и съемочная группа Истра РФ попыталась разузнать подробности ситуации, поговорить с местными жителями. Но встретившие нас люди наотрез отказались общаться. Вместо диалога Истра РФ столкнулась с неудавшейся провокацией. Если вам нечего скрывать, то вы и расскажите тогда, раз вам нечего скрывать. Претензии у них вызывали они. Они каким-то решением сюда показывают, что такое. То есть вы приехали задавать вопросы? Да. Не зная, зачем вы сюда приехали. Я приехал разобраться в ситуации. Что? Разобраться в ситуации. Которая здесь сложилась. А какая здесь сложилась ситуация? Хотел у вас спросить. Пожалуйста, расскажите на камеру. Спасибо. Свой отказ от общения аргументировали следующим. Когда придут все жители, тогда и прокомментируем. Спустя некоторое время пришли Алексей и Владимир. Единственные жители поселка, которые захотели рассказать свою точку зрения. Остальные же так и не решились. Респонденты рассказали, что являются заложниками данной ситуации. Дома купили около шести лет назад у человека, который застраивал земельные участки с 2007 года. Мы же у кого купили, у Артюхова, он нам сказал, что все нормально, как говорится. Мы же заплатили ему, когда покупали участки. А эти вот, другие люди, говорят, нет, нам никто не заплатил. Ну мы у них и не покупали. Мы покупали у Виктора Николаевича Артюхова. А он, говорит, что платил. Виктор Артюхов выкупил земельные участки у ООО «Кабриолет». Каждый из них стоил около 480 тысяч рублей. Люди, которые разбираются в вопросе, смогут подтвердить, что за такие деньги участок с проведенными коммуникациями купить невозможно. И Виктор Артюхов не мог этого не знать. Он застроил квартал и продавал людям дома с коммуникациями, в том числе с канализацией. Покупатели верили продавцу и приобретали коттеджи. Но про то, что дома врезаны в канализацию незаконно, либо не знали, либо были готовы к этому. Напомним, незаконность врезки признал суд в деле Елизаветы Артюховой и ООО «Кабриолет». Является Артюхова женой продавца коттеджей или однофамилицей? Судить не беремся. В процессе диалога с местными жителями выяснилось, что Виктор Артюхов вызвал рабочих, чтобы те убрали кучу земли из колодца, подняли бетонную плиту и восстановили работу канализации. Правление поселка увидело, что канализационный колодец пытаются несанкционированно вскрыть и вызвало полицию. Правоохранительные органы в Карп и Вывары так и не приехали. Вполне возможно, что встречный звонок в полицию от наблюдающих за вскрытием колодца людей повлиял на решение правоохранительных органов. Иначе объяснить их бездействие мы не можем. Что мы имеем в итоге? Долг ДНП Вильяминовская перед МУП «Истринский водоканал» более 2 миллионов рублей. Продажа коттеджей людям с пометкой «Имеет сети канализования», но по факту не имеет. Проигранный суд, в результате которого выяснилось, что несколько домов в поселке врезаны в канализацию незаконно. И зная это, проигравшая сторона стала использовать силовой метод борьбы в уже решенном судом вопросе. Журналистский материал может быть поводом для начала прокурорского расследования. Истра РФ надеется, что правоохранительные органы расследуют подробности данной ситуации и не пустят дело на самотек. В свою очередь хотим обратиться к жителям Карповых Вар. Если вы стали жертвами действий людей, которые регулируют вопросы силовыми методами, просьба обращаться в редакцию. Мы будем следить за развитием событий. Все материалы, которыми команда Истра РФ апеллировала в расследовании, вы можете найти в описании к видео. Полное решение городского суда, акты сверки СМУП «Истринский водоканал», уведомительные письма жителям с подтверждающими документами о факте их отправки и другие документы будут доступны по ссылке. Максим Рыков, Антон Елизаров. Специально для Истра РФ.